Самое главное для вас тема, как избавиться от страха публичных поступлений. Насколько я помню, у нас на прошлом занятии, когда я задавала вопрос, с какой целью вы пришли на наши курсы, все отвечали, избавиться от страха публичных поступлений. Есть страх публичных поступлений? Есть, конечно, если я смотрю на сцену, не присутствует, но с поляной, после того, как ты ведешь, она приотревается, она не усидается, мне кажется. Ну, то есть, обморочного состояния нет. Это хорошо. Более всего, ни у кого нет. Ни у кого? Более всего нет. А, это у меня в старшей группе была. Там женщина, взрослая, даже старше, чем я. Она говорит, я вам покажу, потому что у меня, мало того, что у меня коленки там вроде трясутся, у меня прямые трясутся в сознании. Не зря, нет страха. Вот так он боится. Так это взрослая, понимаете, а вы младенеет. Поэтому хорошо, что мы с раннего детства. Кто у нас есть? Вот, это ваш ряд. Может быть, он есть. Да, у нас все есть. Так, хорошо. Так, девочки, давайте мы сейчас с вами выясним, почему же, когда вы выходите, например, на сцену, выступать на публику, у вас, у некоторых теряется дар речи, у некоторых заметно трясутся коленки, некоторые, ну, я не знаю, кто как еще реагирует, ну, кто-то сознание теряет, кто-то, чтобы такого не было. Вот, хотя я вам скажу, на самом деле, из факта, из истории, вот, кто знает, кто не знает, Наполеона, Банапарта, был такой известный человек, так он первый раз, когда вышел выступать перед своей армией, он потерял сознание, он реально потерял сознание, он физически упал в обморок, потому что вот настолько он боялся именно в личных выступлениях. Так этот человек, извините меня, который завоевывал страны, по крайней мере, пытался, и многого в своей жизни добился, правил страну целую, правильно? Вот, поэтому, давайте мы подумаем, что такое страх, и что его вызывает, когда вы его помните. Вот, мне бы интересно знать ваше мнение. Ну, давай, посначала. Ну, я считаю, что страх – это чувство какой-то, вот, боязнь, что вот так, кому-то не понравится, кто-то оценит это не очень хорошо. То есть ты боишься того, что людям не понравится то, что ты говоришь. Да, ну, то есть, от меня там, рассказываешь ты там о себе, да? Ну, вот, приходишь на интервью и думаешь, вот так, чтобы сказать как-нибудь правильно, чтобы не переквасывать и не сделать и все равно. То есть ты боишься сказать лишнего человека, правильно? Нет, ну, как бы так, чтобы сказать, я не боюсь, но чтобы что-то помешало. А если, ну, а если ты скажешь что-то не то, то что будет? Ха, ну, я потом буду тебя не посмеяться, либо думать о том, что... Это ты, а остальные, как остальные будут реагировать? Ну, лично мои родители говорят вот-вот-вот. Вот-вот-вот. То есть ты боишься мнения своих родителей? Ну, вообще, я не обманывающих. То есть ты никогда не слышала, другие тебе никто такие родители не говорили, да? Что вот-вот-вот. Да, ну, а я тут знаю, кто на месте, кто на месте, кто на месте про родителей. То есть ты боишься не знаю чего, да? Говорят, не говорят, просто боишься. Ну, я поняла, что ты боишься. Что-что. То есть, сделать что-то не то, что-то не так, что-то не так. А не так это как? Как ты знаешь, что так, а что не так? Например, забыть ли я танца? И что будет, если ты не станцевал? Если ты профессиональный танцов, ты смеешь сделать так, как ты способен остаться. А если не профессиональный, то покажешь людям, что это была ошибка. Но если люди заметят, что это была ошибка, что здесь страшного? Потому что ты покажешь свою недостатку. То есть, вы боитесь своих недостатков? Да, вот. Чтобы не бояться своих недостатков, нужно работать над ними. У кого еще какие изменения? Девочки. Вы ничего не боитесь? От чего? Вы выходите, например, и начинается. От чего оно начинается? Вас никто... Вы не знаете, что думают окружающие. Вы все на тебя смотрят. То есть, а... Ты боишься, что вы действительно на тебя думаете? Действительно, не можете, если ты реально это слово скажешь? Волнует мнение. То, что они о вас подумают. Ну, смотрите, девочки. Во-первых, мнение окружающих. Какое может сложиться у мудрых и умных людей мнение, если девочка вышла, например, запнулась и что-то неправильно сказала? Я бы это воспринимала лично, ну, отношусь к себе с людьми мудрыми, да? Что запнулась боже бедная девочка. Я надеюсь, у нее все было. Ничего страшного. Это не смертельно. Вот. Если кто-то... Вы видите, что с вас кто-то будет смеяться. Кто-то будет... Говорит, а она там... Это знаете, что это глупые люди? Потому что умный человек такого не сделает. А если это делает глупый человек, то почему вы переживаете по поводу того, что подумают глупые люди о вас? Ну, на самом деле. Если так разобраться. Что? Можно разобраться. Да. Есть? По поводу смеяться. В детстве я очень сильно боялся. И когда выходишь, ставишь тишок, начинают смеяться над тобой там мальчики, девочки. Кто-то там смеется, кто-то патирует, кто-то там вообще на тебя не реагирует. И я как-то подошел к своему, говорю, ну, у него по-дому и смеются. Ну, неприятно. Я говорю, подожди, когда ты с девочкой знакомишься или с мальчиком, когда она тебя улыбается или смеется, разве это тебе не приятно? Ну, у него как-то неприятно. Потому что я как-то, значит, я и гравлю за смеяться. Потому что так же и здесь. Если люди улыбаются и смеются, значит, приятно. После этого я как-то перестал бояться вот таких вот тема по поводу смеяния. Нужно было какие-то комедийные стихи рассказывать, чтобы реакция была правильная у людей. И смеяться, это значит, нужно. Даже сейчас, когда девочка, вы помните, там, симпатичная, красивая, выступает, ну, как мне-то, я всегда начинаю улыбку на лице, думаю, вау, какая девчонка, сразу же невольно улыбка на лице, там, и тому подобное. И девочка, если меня вдруг заметит, то, что я смотрю, улыбаюсь на нее. Она дает мне капот, но не то, что она мне нравится, а то, что я с ней смеюсь. Ну вот, ну, по сути, давайте разберемся в том, ну, смысл, от чего нам нужно понять, чего именно мы боимся. Если мы поймем, чего именно мы боимся, что именно вызывает у нас страх, то мы сможем от этого избавиться. По крайней мере, если не избавиться, мы сможем справиться с этим страхом. Потому что если разбираться и идти прям вглубь еще в те времена, когда у нас там были первобытные люди, когда еще не было у нас такого социума, как сейчас, вот, или даже те же, взять еще раньше, просто животные. Вот смотрите, когда вот вы сидите, все, знаете, так, толпой, да, вот вы сидите, вы каждый отвечаете, то есть вам не страшно отвечать, правильно? Хотя вы при всех сидите и сейчас отвечаете, но когда кто-то из вас уходит, то есть он отделился от своей стаи и становится, и вот здесь начинается страх, правильно? Почему он начинается? Потому что вы оторвались от своей стаи. Когда вы вместе, вы друг за другом, то есть вы знаете, что у вас есть поддержка, что все такие же, как и вы, а когда вы выходите на сцену и становитесь, все, вы уже себя воспринимаете, что вы не такие уже, как они, вы уже другие, вы оторвались от своей стаи, и вот сейчас вы стоите, и если вдруг, не дай бог, вы скажете что-то неправильно, они вас разорвут. Они вот только и ждут, пока вы скажете что-то неправильно. Ну, на самом деле, ну, такого нету. Это мы себе надумали сами проблему, что вот мы выйдем сейчас, и нас будут смеяться, если мы скажем что-то неправильно. На самом деле, все не так. И что самое страшное может случиться из-за того, что вы что-то неправильно сделали, что-то неправильно сказали? Ну, да, может кто-то засмеялся. Засмеялся он специально, чтобы вас сбить. Вы вообще не должны вестись на такую провокацию. Мало того, если он засмеялся этим смехом, отвлекает внимание окружающих, перебивает вас, не дает вам нормально выступать. Что нужно сделать в этом моменте? Не надо кричать. Не надо кричать. Ну, девочки, мы же умнее. Вы ведь должны уметь владеть не только словно, но и ситуацией. Что мы делаем? Смотрите, вот сейчас человек засмеялся из толпы, он вас сбивает. Как нужно сделать? Нужно всю толпу остальную превратить в свою толпу, а он всем мешает. То есть он не вам мешает. Нужно просто попросить. Ну, это если зал большой, понятное дело, вы там не попросите. А когда, например, вот такая вот аудитория, там забили класс или еще что-то. Вы скажите, как трудно. Да. Анчик, вот я сейчас рассказываю важную для всех тему. А ты мешаешь своим вот коллегам, так сказать. Это все слушать. Будьте, пожалуйста, там потише. Не надо так мешать. Потому что вы же всех отвлекаете. Вот такого вот плана. То есть не надо это воспринимать на свой счет, что если он засмеялся. Обычно, ну, дети, ну, такие товарные личности, они могут специально это делать. Вы должны быть к этому готовы и не воспринимать, что это вы неправильно что-то сделали. Наоборот, вы сделали все настолько хорошо, что некоторые зависть там берут, жаба сидит, они не позволяют. Вам выступать дальше. Они это делают специально. Когда вы осознали свой страх, вы уже понимаете, чего вы боитесь. То есть, ну, я так понимаю, мнение окружающих. Нужно научиться это мнение воспринимать иначе. То есть не нужно думать, что, ну, еще раз повторяю, что человек, который желает вам добра, он никогда не подумает о вас плохо. Никогда. Что бы вы там не сказали, что бы вы там не упали, что бы у вас складе с вас не спало, не развязалось, там прическа не свалилась. То есть человек, который, так сказать, добрый и умный, он, наоборот, будет за вас переживать. Что? Сейчас разделает, она встанет, я верю. То есть он не подумает там, о-о-о, она там у него. Вот это вот так вот делают. Понятно? Делывают люди не особо отличающиеся умному сообразительности. Поэтому на их мнение обращать внимание вообще не стоит. Вот. Это первое. Но я понимаю, в любом случае, даже если вы научитесь как-то справляться с мнением обращающих, все равно страх будет присутствовать. Это уже идет больше на физиологическом уровне. Почему? Рассказывать. Смотрите. Что такое, по сути, страх? Страх, если вот разбирать уже биологические, биохимические процессы, это выброс адреналина в кровь. Адреналин, это для тех, кто не знает, Ева. Это такое вещество в организме человека, которое распространяется по всему организму и начинает сильнее биться сердце, начинают краснеть щеки, начинает вас немножко трясти. Это адреналин. Вот вы когда на качелях, на страшных богатах, то же самое. Правильно? Реакция та же самая. Вот. Но, как бы с одной стороны, да, адреналин вот этого вещества выпросил из крови. И оно, наоборот, как бы должно влиять на нас положительно. То есть появляется обонек в глазах, такой азарт, сразу подрыв, такие эмоции. То есть, в принципе, должно быть нам на пользу. Мы сейчас выйдем и тут всех порвем вообще. То есть, ну, а почему-то получается, что оно нам мешает. Почему мешает? Да потому что этого адреналина слишком много выгляделось. И если мы справимся с этим адреналином как-то, мы избавимся немножко от него, то нам будет не так страшно. То есть у нас будет тоже огонек в глазах, у нас будет такое подрывное настроение, подрывное настроение хорошее, но уже не будет у нас вот такого мандража, всего такого. Вот. Как мы можем избавиться от адреналина? Кто-нибудь, у кого-нибудь есть какие-то предположения? Упражнения. Физические упражнения. Ты права. Абсолютно. Потому что, ну, физические упражнения однозначно будут выводить этот адреналин. Но вы должны понимать, если вам предстоит какое-то важное выступление перед людьми, и вы сейчас пойдете и там поджимаетесь, а потом вот так вот на сцену, тоже так делать нельзя. То есть можно просто за несколько минут, минут за десять желательно, пока вас никто не видит, иди там. Выйти, твоё предложение, выходи, покажи нам физические упражнения. Давай, вставай, вставай. А, я не знаю. Я покажу с тобой вместе. А, я знаю. Это просто твоя идея была, а вот ты у нас в инцепсе наказуемое исполнение. Пожалуйста, вот, какие можно сделать упражнения. То есть для этого не обязательно, там, носить с собой какие-то тренажеры, либо еще что-то. Вы там находитесь перед сценой, там, вот вам сейчас выходить несколько минут, пока никто не видит. Даже, ну, меня лично не стесняет, даже если меня и видит. Я и в метро иногда делаю всякие, там, на мимико упражнения. Но это ничего. Можно просто поприседать. Пять раз. Раз. Два. Старается красиво приседать, не заметили? То есть, ну, красиво приседать. Можно помахать руками, ножницы сделать обыкновенные. На дискультуре делаете ножницы. Вот. Немного. Не надо делать там. На дискультуре не делали. Ну, по пять раз сделали немножко. Понаклонялась куда-нибудь. Вот эти вот силовые. Если вы еще знаете, вот эти вот, как они называются, в руку. Вот. Вот. Вот это вот вообще шибакно. Вы понимаете? Вы начинаете прилагать усилия, вы тратите адреналин на то, чтобы, ну, это вот выжить. И оно со временем вам, вот эти вот упражнения, в принципе, ну, не сложное. Правильно? Ты не устала, нормально себя чувствуешь. Да. Но если у тебя ноги еще трясутся, можешь еще поприседать. Можешь, я не знаю, что там. Ну, какие-то элементарные упражнения, чтобы и не сильно, спасибо большое здесь. Чтобы вы не сильно устали, но при этом, чтобы у вас оно разойдется. Вы заметите, что вам станет намного проще. Главное, не за полчаса это делать, потому что за полчаса оно снова у вас все там усядется, ураживается, а потом выходит на сцену и вот такое вот состояние. Так поприседали, я лично это проверяла. Работаю сто процентов. И когда вот это вот поприседало, встало, шуу, 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 выхожу на сцену, а я уже как-то, знаете, я как-бы, ну, головой понимаю, что я встаю на сцене, куча людей, но мой организм, он не реагирует так, как он реагировал вот этого. То есть он уже, я могу, в принципе, свободно передвигаться по сцене. Вот. Это понятно. Да? Смотрите дальше. Какие могут быть еще упражнения? То есть, в принципе, если у вас нет...